Сегодня приготовим традиционную корейскую закуску капуста чимчи. Пойдемте быстрее готовить. И для этого рецепта традиционно используют пекинскую капусту. Отрезаем кочерыжку и делаем вот такой вот продольный разрез до середины. Оставшееся расстояние разрываем, получая вот такую красивую мохнатую верхушку. Далее подготавливаем капусту к ферментации или просто по-русски сказать квашению. Для этого нам понадобится крупная соль. Ее берем в руки и промазываем у каждого листа жесткую его часть. Благодаря этому листочки размягчатся, но при том при всем останутся очень хрустящие. Далее перекладываем капусту в емкость, где будем ее квасить. Срезаем вверх, это очень важно. И делаем рассол. На 1 литр воды 1 ложка соли. Все хорошенько перемешиваем до полного растворения соли. Получившимся рассолом заливаем нашу капусту. Теперь накрываем керамической тарелкой и ставим под гнет. Оставляем в теплом месте на 2 суток, чтобы капуста прошла весь естественный процесс ферментации. А мы тем временем подготовим специальную намазку под названием конкачи. И для нее мы будем использовать чеснок, целую головку, 2 болгарских, то есть сладких перца и 1 острый. Нарезаем, перекладываем в блендер, либо же в мясорубку и все хорошенько пробиваем до полной однородности. Вот такая вот красота у нас должна получиться. Похоже на хреновину, не правда ли? Далее добавляем 1 ложку кориандра молотого и 1 ложку соли. Соль у нас также послушает неким консервантом, если конкачи у нас останется в излишке. Вот в принципе и все. Этот соус готовится очень просто. А тем временем у нас прошло уже 2 суток и капуста полностью подошла. Промываем ее от излишков соли. А далее берем конкачи в руки и вот так вот натираем. Прямо скрупулезно каждый листок натирать не обязательно. Поднимаем 2-3 листочка и легкими движениями руки их промазываем. И да, кстати, друзья, раскладка по продуктам будет под видео, но из расчета на 2 кочана. То есть соус вот в данный момент мы делаем из расчета на 2 кочана капусты. Ну вот и все. Листочки мы промазали, теперь перекладываем капусту срезом вниз. Также накрываем тарелкой либо крышкой и отправляем в холодильник на 3 суток. Вот посмотрите, мой конкачи остался как раз еще на 1 кочан капусты хватило бы. Но да ладно, его можно также добавлять в супы, либо же использовать как соус. А еще срок его хранения более 2 лет. Так что можно переложить в баночку и использовать по мере необходимости. Ну что, друзья, прошло 5 суток и наша капуста кимчи полностью готова. Все прекрасно понимаю, что весь процесс приготовления занимает минимум 5 суток. Друзья, еще такой момент, пожалуйста, не путайте ее с капустой кимчи. Это два разных блюда. Скоро у меня будет рецепт, так что ждите обязательно. Итак, капусту мы приправляем растительным маслом, добавляем зелень. Все хорошенько перемешиваем и можем подавать к столу. Ну а я на этом с вами прощаюсь. Всем пока-пока!